Всем привет! Вы смотрите 32 выпуск рубрики TAG, разговоры об играх. Начнем сразу с того, что обычно начинаем в прошлых видео, вы это замечали. Классический стелс и новые геймплейные кадры в превью Assassin's Creed Mirage. Дальше будем именовать ее как Mirage. До выхода Mirage от команды Ubisoft Bordeaux остался месяц, и журналистам дали попробовать геймплей новой игры. Ниже собрали интересные детали и выводы из материалов игровых СМИ. В игре все еще чувствуется, что она изначально была DLC для Вальгаллы. Дальше даже Шрифт в диалогах перекочевал из проекта про викингов. Автор VG247 отметил, что игра делает большую ставку на повествование, и многие факты и истории будут интересны прежде всего тем, кто знаком с Вальгаллой. В связи с этим Mirage сложно назвать игрой, которая вернет во франшизу тех, кто покинул ее после смены жанра на RPG. Вот это косяк. Потому что я думал, что Mirage как раз то, что Ubisoft хотят Mirage вернуть старых фанатов. Но, видимо, это не так. В то же время разработчики существенно пересмотрели боевую систему. Окна для парарирования стали меньше. Система розыска работает не только на то, что игрок начинает искать все больше стражников. Обычные люди начнут разбегаться от ассасина или даже звать стражу. При этом при среднем или низком уровне розыска достаточно легко спрятаться, смешиваясь с толпой. Основные миссии похожи на задание в Hitman. Вот это я не ожидал. Отметил журналист из Video Game Chronicles. У игрока больше нет обычной метки над головой цели. Чтобы найти жертву, понадобится подслушать разговоры, искать детали и зацепки. Вместе с этим способ убийства стало больше. Некоторые возможности даже можно случайно пропустить. В общем, у сюжета Mirage есть неплохая реиграбельность. Большинство критиков хвален живой красочный багдаб. Но игрок сможет прогуляться за его пределами. Карта мира в Mirage значительно меньше ее старших RPG-братьев. Что многие лишь приводят как плюс. Также есть сцены в строящейся крепости Алмут из первой части серии. Mirage стартует 5 октября на ПК, Ubisoft Store, PlayStation и Xbox. Текстовый перевод на русский на месте. Наверное, это хорошо. Но в то же время, если вы смотрите этот ролик в момент выхода игры, и если я про нее уже буду говорить в будущем, то, пожалуйста, отпишитесь, что, как вообще с игрой. Если вы запустили ее раньше, чем пятого, ну, то есть, может, когда там по подписке или эксклюзивам, ну, вы поняли. Получите ее раньше, и вы поиграли, то напишите в комментариях, что вы вообще думаете об этой игре. А мы продолжаем. Я уже делал как-то прошлый ролик, позапрошлый или позапозапрошлый, про то, что... Не про то, что, а то, что Overwatch 2 просто убили в Steam. Я даже обложку сделал. Ну, не сделал, а сделал скрин со Steam'а. И использовал ее в качестве обложки видео. То, что там с игрой все очень плохо. Ну, так вот, видимо, у плохой Overwatch появился новый плохой соперник. Геймеры засыпали NBA 2K2024. Извините. Геймеры засыпали 2K2024 пальцами вниз в Steam и отправили ее к Overwatch 2. В чем же проблема? Почти сразу после релиза NBA 2K24 в Steam и ее пользовательские обзоры улетели прямиком в крайне отрицательную зону. На момент написания заметки у проекта всего 11% положительных отзывов. Из-за этого симулятор занял вторую строчку среди самых низко оцененных игр на площадке Valve. Геймеры. А чьи хвостят что? Как? Что? Как? Кто придумал это? Давайте используем другое слово. Геймеры ненавидят творение Visual Concepts. И 2K. Сразу по нескольким причинам. Главная претензия заключается в том, что ПК-версия NBA снова оказалась хуже, чем варианты для PS5 и Xbox Series. На компьютере выгрузили аналог сравнивого по качеству с версиями для предыдущих поколений. И вот вам вариант. Хорошая обложка выйдет, да? Давай. Вот это я понимаю проработка, да? Вот это прям супер. Да, ребят? По словам покупателей, игра предлагает те же анимации и гейплей, что были в предыдущих частях серии. А главное, меню и текстуры выглядят дешево. Также пользователи жалуются на микротранзакции, которые стали еще более навязчивыми. Навязчивыми. Кроме того, с первого дня симулятор заполнили читеры. Вроде. Важно отметить, что с момента релиза 2K. NBA 2K. 2K? Давайте просто назвать NBA. Пошли так много времени. Пока у проекта меньше 3000 обзоров Steam и предыдущей части все время у предыдущей части за все время набежало 34 тысячи отзывов. Доля положительных 64. Так что в будущем симулятор баскетбола еще можно может выпкараться из красной зоны и следовательно улучшить свое положение в зале позора Steam. Напомню, в плане оценок хуже дела состоят только у Overwatch 2, которую раскритиковали за агрессивный донат, малое количество контента и другое. Однако, львинная доля отрицательных рецензий появилась из-за ревью-бомбинга со стороны китайских игроков. Так пользователь отреагировал на уход Blizzard из Поднебесной после того, как студия не смогла продлить соглашение с NetEasy. Онлайн-проекты вроде той же Overwatch перестали работать в Китае с начала 2023 года. Давайте теперь думать. У меня есть идея, а может в конце года сделать топ худших игр в Steam или топ худших игр года. Топ худших ненавидимых игр. Мне кажется, это интересно. Причем сделать именно худших игр. Не говорить про лучшее. Все говорят про лучшее. Никто никогда не упоминает худшие проекты. К следующей новости, а также, но все же, давайте не забывать то, что у меня есть Boosty. К сожалению, на нем пока что нет контента, потому что мне ничего в голову не приходит. Также я собираю на петличный микрофон, чтобы звук в видео стал лучше. Также если мы соберем сумму больше, чем 1500 рублей, то половину суммы, ну не половину, например, ну оставшуюся сумму, я скорее всего отдам своей маме, потому что у нас долги. Не буду этого скрывать. К следующей новости. в Сингапуре выдали возрастной рейтинг полному изданию Horizon Forbidden West. Я думал, она уже везде вышла. На сайте сингапурского управления развития медиа заметили упоминание Horizon Forbidden West Edition, а Horizon Forbidden West Complete Edition. Полному собранию присвоили возрастной рейтинг, судя по сведениям от цензоров, релиз намечен на 2023 год. Сейчас информацию с сайта скрыли, но ранее там было указано, что в состав набор включает в себя включает сам сиквел и расширение Пылающие Берега. Подобный путь проделала и первая часть приключенческой приключений Элой Horizon Zero Dawn тоже получила полное издание с DLC. Регуляторы не указали платформы, на которых выйдет Forbidden West, но скорее всего игра посетит PlayStation 5 вторая часть заглянула на обе плойки, но ее дополнение выпустили только на PlayStation 5 фанаты же надеются на новости о портировании запретного запада на ПК. Например, реддитер уверен, один из реддитеров уверен, что именно полное издание перекочует на народную платформу и напомнил о крупной утечке из базы данных Nvidia. Там было указано, что Horizon Forbidden West появится на ПК 30 сентября парада 2022 года. Не исключено, что Sony совсем скоро подтвердят утечку, если верить слухам, следующая презентация State of Play уже не за горами. мне нравятся игры серии Horizon. В первую я не играл, но меня она заинтересовала, то, что появилась первая игра и активно началась развиваться эта франшиза. Не развиваться, а строиться франшиза. Я не ожидал, я даже в первую не играл, потому что не на чем мне играть, а играть в игры на ноутбуке это все равно, что пить чай из рюмки левой рукой, когда она у тебя сломана. Следующая новость. Астральный Пурпур. Microsoft анонсировала фиолетовый контроллер для Xbox Series XS и ПК выходит через неделю. Многих почему-то это рассмешило. Microsoft представила черно-фиолетовый контроллер Xbox Astral Пурпул, который можно подключить к консолям и ПК аксессуар поступит в продажу 19 сентября. Подценевшись от 5 долларов, таким образом компания выпустит как минимум 8 новых контроллеров Xbox в 2023 в феврале Microsoft представила сине-фиолетовый Stellar Shift, а в марте зеленый даже пытаться не буду. В том же месяце застоялся релиз из красной и синей версии. В мае представлен персиковый, а в июне отличная серия на крестах прошлой месяце был выпущен контроллер. Они, конечно, преамдуят свою консоль, но то есть я ничего не имею против разных контроллеров. Мне кажется, это весьма интересно. Хотите себе зеленый контроллер, хотите фиолетный, хотите красный. кстати, в одном из видео я говорил то, что какой-то контроллер, то ли приставка PlayStation, по-моему, по-моему, PlayStation, выпустили издание, да, PlayStation, то ли четвертая, то ли пятая плойка, и ее сделали в виде, не в виде, а спринтом новой игры Marvel's Spider-Man 2, вроде так называется, и она выглядит просто потрясающе, поищите на канале, там вроде ролик есть, и мне кажется, и то, что сейчас делает Xbox, Microsoft Xbox, они выпускают просто обычные контроллеры, но мне кажется, это тоже весьма любопытно. это будет явно стоить дешевле, чем эксклюзивный, чем эксклюзивная консоль. Напишите в комментариях, стали бы вы покупать вот такой контроллер от от майков, например, там, зеленый, красный, серый, черный, нет, черный это банально, фиолетовый вот тоже или оранжевый. Напишите мне интересно, какого бы цвета вы бы хотели себе контроллер. Следующая новость. Представлен геймплей платформера The Grinch Christmas Adventure по книге Как Гринч украл Рождество. Компания Outrights Outright Games выпустила официальный геймплей не трейдер платформера The Grinch Christmas Adventure по мотивам книги Как Гринч украл Рождество. Я думаю, всем знаком этот персонаж по нему есть дерьмовый мультфильм от Illumination есть неплохой но все же лично не очень фильм с Джимом Керри и есть серия короткометражных мультфильмов, которые вроде были сняты то ли в 70-х то ли в 80-х а может даже в 60-х. В принципе, этот персонаж довольно интересен. Игра выйдет 13 октября на всех актуальных платформах и предложит примерить на себя роль заделённого пакостника Гринча, пытающегося испортить Рождество. Вместе с Гринчем игрокам предстоит осуществить коварный план и украть все рождественские подарки в игровой процесс выслушать в себя маскировку использования гаджетов и умений, например, кидание снежками и заморозку. Также проект предложит возможность прохождения вдвоём за одним экраном, где вторым игровым персонажем будет выступать собака Макс. Аутрайт Геймс обещает, что в The Grinch Christmas Adventure геймеров ждёт узнаваемые локации персонажей и история, пропитанная духом Рождества. Я считаю то, что это довольно интересный проект. Платформер, такой рождественский платформер. Мне кажется, это отличная идея, даже не идея, а уже как игра, которая скоро выйдет. По моему мнению, это проект, с которым можно ознакомиться, потому что нет сейчас игр, которые бы опирались на Рождество, Новый год. Если вы такие знаете, напишите. И да, это именно должны быть игры на на эту тему. Потому что игр, где есть миссия со снегом, или этап, где был снег, куча. Самый простой пример Булли. Там есть глава, где действие происходит зимой. Очень атмосферно получилось, но не но, было атмосферно, было интересно играть. Я не очень люблю платформеры, но мне кажется, ради вот такой игры можно сделать исключение. Следующая новость. Владимир Путин анонсировал проведение российского чемпионата по киберспорту на Дальнем Востоке. Военный преступник и диктатор анонсировал проведение российского чемпионата. Нахрена? Было бы интересно, если бы в России провели свой смотрите в стране или примеру в моем городе провели бы не чемпионат, а какую-нибудь сходку, где где бы показали достойные российские игровые проекты, которые действительно такие хорошие. Если вы знаете, то в середине двухтысячных или в начале двухтысячных выходили в России игры, именно свои игры, они их разрабатывали и они их выпускали. Сто процентов этих игр было полной херней. В это не то, что было невозможно играть, этим даже пытать людей было бы стыдно. Мы договорились, что в Дальневосточно-федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. По словам главы государства, это направление уже завоевало большую популярность во всем мире. Причем российские киберспортсмены находятся на лидирующих позициях проведения соревнований высокого уровня вот в этой стране, отметил он, послужит продвижением компьютерного спорта как в стране, так и за рубежом. Такие мероприятия уже есть во всем мире. Россия, как всегда, опоздала на сотню лет. Но хочу отметить то, что в России есть свои киберспортивные команды, но в России нет своей игровой индустрии. я читал список игровых каких-то проектов, именно реально проектов. Что меня удивило, так это то, что большинство игр это ролевухи. Серьезно. Можете полистать сами, большинство этих игр это ролевые игры. Это не шутеры, это даже не битамапы. Серьезно, битамапов никто не делал. Можете полистать тут, но вряд ли вы найдете битамапов. Максимум ролевухи. Шутеров тут тоже нету. Ролевые игры, какие еще бывают? Как, как, как? РПГ, да. Эти игры такого жанра для меня лично скучные и я не знаю, как вы можете в них играть и почему в России их столько разработали в начале двухтысячных. но видимо прямых рук нет, чтобы разрабатывать что-то действительно достойное. А проводить чемпионат или как он назвал это? Как оно это назвало? Турнир? Турнир по киберспорту в стране, где киберспорт вообще не развит. повторюсь, есть российские команды, которые участвуют в киберспортивных состязаниях. Похвально, отлично, горжусь. Но вот именно игр, которые были бы разработаны у нас, к сожалению, таких нет. Нет, они все плохие, нет достойных или хотя бы проходников. Очень жаль. И я не верю в российскую индустрию. Она не будет развиваться никогда. Потому что эта возможность уже упущена. К сожалению. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, пишите свои комментарии по поводу одной из этих новостей. Смотрите прошлые ролики, будущие ролики, отсутствующие ролики. Всем пока.